Вот, как вы видите, мы просверлили дырочку, да? Ну и пытаемся в неё продеть вот эту штучку, проволочку. Короче, вот так засунули на тот конец, да? Вместо как бы вот этой заводской струны, она как бы хорошая, да? Можете использовать, если не найдёте такой струны, вдруг у вас нету. Как бы это хорошее, импортное. А, не берите струну, ещё есть таким квадратом. Просто железная струна квадратом или треугольником, да? Это вот, как вы видите, витая. Квадратом и треугольником она очень рвётся. Вам надо метров пять, чтобы вырезать, а то и больше. Ну, во-первых, вы наматеритесь. Я вообще срезал сварочной проволокой, но она греется и рвётся. Так что вот, вместо этой струны можно использовать в музыкальный магазин. Любой, зайдите, возьмите четвёртую струну от гитары. Она очень хорошо режет. Вообще, на сервисах, ну, где меняют, да, стёкла, там вот эту дырочку делают не дрелью. Там есть специальное сшило, оно прокалывает, запасовывается, крепится и тянет. Ещё такой немаловажный вопрос. Чтобы нормально, да, вырезать, вам же тяжело будет руками резать. Засовываете проволочку, когда вы засунули. Как бы у нас приспособлений нету, как бы сами мы приспосабливаемся, делаем так. Берём эту проволочку, да, конечик, обматываем вот так вокруг ключика. Два раза хватит. Можете три, если там боитесь, да. И вот так вот, раз, замотали. Та-дам! У вас получился инструмент. То есть вы держите вот так вот и легко можете... Тири-тири-тири-тири-тири там, так. Короче так. Ну и желательно это делать вдвоём. Встать, как вам удобнее, да. И тянуть. Тянуть не прямо. Не прямо вот так вот мы тянем, да. А вот так вот, как бы, уходим вверх. Один там тянет, другой здесь. Значит, он натягивает, держит натяжку. Вы силой протягиваете сюда. Вот так вот. И смотрите, когда у вас уже поворот, как бы раз сюда, зашли за стекло, да. И пошли. И вот так вот. Он тянет, тяни. Я тяну, он, я. Короче, дыри-тири-тири-тири-тири. Дыри-тири. Херак. Всё сняли, да? Так. Вот. Стекло мы удалили. Дальнейший наш диск. Ну, то есть проделывать это нужно всё вдвоём. Сейчас я стекло сниму. Ещё вот один такой небольшой сюрприз, да. В самом салоне надо знать и хорошо учить Камасутру. Потому что позы здесь такие бывают, что... Мама, не горю. Тому, кто там будет внутри, будет очень неудобно. Это 100%. Так что, если вы похитрее, оставайтесь снаружи. Берем стамесочку. Она у нас хорошо наточена. Вот так вот въедаемся. До железа дошли. Оп, приподняли вот так вот. И пошли. И вот так вот, как бы легкими движениями. Можете в эту сторону. Можете вот так чуть-чуть отрезать. И пошли вот так вот снимать стамеской. Чуть-чуть подсняли. Все. И вот такими вот движениями легкими. Без всякого напряга. Не надо там ножики. Вот, чуть-чуть поддели. Кончик взяли в руку. И пошли снимать. И вот такими движениями. Здесь она уже была вклеена. Клея много. Но это нам даже не мешает все равно. То есть, вот. И дальше так же. Вот, как вы видите. У нас тут практически ничего не остается. При желании можно вот эту часть чуть-чуть замотать. Там, восьмисоточки или какой-то шкурочкой. Ну, здесь у нас есть как бы старая резинка. Она к ней приклеится. То есть, ну, чуток след от старей резинки. Видите, тут все как бы чистенько. Чтобы ржавчины не было тут. Потом вот эту часть мы обрабатываем праймером. То есть, я вам уже рассказал. Либо праймером обрабатываем, либо разводим раствор. Тампончиком ватным или каким. Вот так обработали, намазали тут. Будьте внимательны. Если у вас вот тут вот заводские резиночки всякие, да, у вас их нету, вот как у нас. Подрезаем от резиночки. Сначала отходим. Вот так вот. И потом уже как бы снимаем дальше. Вот так вот. Раз. То есть, здесь немножко терпения надо проявить. Не торопитесь. И вот так вот потихоньку подрезаем. Освобождаем стекло. Ну, на лобовом стекле там такого геморроя не будет. Ну, и таким макаром как бы дальше. Кто как хочет, так и это. Ну, знаете, да, посмотрите. Потом вот еще совет вам, да. Либо в горячую воду закипятите этот клей, опустите. Либо у печки нагрейте, чтобы клей у вас был горячий. Тогда он легко у вас пройдет через пистолет. Пистолетик специальный такой строительный для них продается. И он у вас будет легко давиться. Вы быстро намажете. Если вы его не разогреете, очень тяжело он давится. Вы намучаетесь, честно. Ну, а потом с пистолета уже вот так вот подставляете. Здесь у вас усик на другом. Ну, это потом я как-нибудь покажу. Нет у меня сейчас такого. Усик. И вы вот так этим усиком прислоняете и накладываете. Здесь вырезан треугольничек. Ну, это вы увидите, когда будете клей брать. И потихоньку накладываете. Этот треугольник у вас должен сзади быть по ходу. Почему сзади? Когда вы будете накладывать, да, он у вас будет вложить ровный треугольный слой, сантиметр высотой где-то. Это вам нужно, чтобы приложить. Можете на стекле это проделать, намазать, да. Я лично мажу на машине. Мне так как бы удобней. Ну, и когда уже все у вас намазано, допустим, или здесь, или здесь. Берем вот так вот стекло. Держи. Ну, как бы аккуратно взяли. Один вот так вот берет, да, с двух сторон. И другой с двух сторон. Если есть присоски вот эти, еще лучше. И вот так вот, как бы подводим стекло, да. Стой. Перехватываемся вот так. Поворачиваем. Будьте внимательны. Если вы неправильно поставите стекло, оно на клюю уже очень тяжело двигается. И вот так вот целись потихонечку. Вот там надо было тебе открыть. Вот видите, ошибка. Он уже не перехватился. Открой багажник. Вот видите, хорошо даже, что Толик немного ошибся. Снова повторяем. Вот, взяли. Подводим вот так поближе, да. Я перехватываюсь на эту сторону. Толик с той стороны. Чтобы у вас одна рука в машине, одна здесь была. На лобовом так же стекле. Ну, это если нет присосок. С присосками это проще. Выставляем. Померяем, да. Все. Поприжали. Если у вас есть молдинги, меряем молдинги, чтобы они у вас подходили все. Здесь бывают упорчики под стекло. На упорчики ставим. Все. Прислонили. Держи, Толя. И чтобы оно у вас не ездило, берем скотч. Желательно малярный. Тот не отберем. Хоп. Хоп. Раз и на Кавказ. Все. Вот так вот. И три часа сушим. Чем больше, тем лучше. Чем-то специальным сушить не надо. Оно как бы высохнет само. Ну, три часа это минимум. А лучше вот сегодня заклеили, да. Завтра уже собирайте все. Ну и все. Переходим к сборке. Если вы все сделаете правильно, то есть можете еще раз послушать, посмотреть урок. Если вы все сделаете правильно, стекло у вас будет держаться очень долго. Ну, пока кто-нибудь вам его не разобьет. Или сами его не расфигачьте. Ну, я думаю, сегодняшний урок вам поможет, как самому заменить стекло. Как бы геморроя много. Понимаете? Но если у вас нет денег, как бы, ну, не то, что их нету, да. Ну, как бы на это вы не рассчитываете, на такой ремонт. Ремонт стекла где-то замена стоит 50 долларов. Меняют они все это примерно за час. То есть можете обратиться на станцию. Но, допустим, если по каким-то причинам вы не можете обратиться, я думаю, вы сможете поменять и сами стекло. Как бы что-то в уроке вам должно быть понятно. Если что-то непонятно, можете связаться со мной по скайпу, как бы в каких-то видео там я выставляю в скайпе. И, то есть, я вам попробую еще попопулярнее объяснить. Ну, попробую еще сделать урок на станцию съездить и показать, как это все меняется. Ну, я вам сегодня показал гаражный вариант, да. У них там, конечно, все приблуды есть эти, которыми вы вряд ли будете покупать. Весь этот комплект стоит дороже, чем поменять это стекло. Если, конечно, будете заниматься этим, заменой стекол, то, конечно. Но работа, я вам скажу, такая, что много на ней не заработаешь. Это одно. Во-вторых, очень это муторно. И очень часто вылезают вот такие сюрпризы, когда вы сняли стекло, да, а там у вас под стеклом ржавчина. Вот. И обратите всегда внимание, если около стекла уже пошли жуки, значит, все, под стеклом их раз в пять больше, а то, может быть, у вас уже отгнило там все. Ну и что мы уяснили, да, из этого видео? Стекло нельзя подвергать термическим резким сменам, да? То бишь, не надо в жару обливать холодной водой и также в холод не надо поливать горячей водой, чтобы стекло оттаяло. Ничего этого не надо делать. Ну и сколики, камушки, тут вы уже никак от этого не избавитесь. Бывает, что вы новое стекло поменяли, а вам бздэнькс из-под фуры вылетело. Ну, дай бог, что не кирпич, а какой-нибудь камушек. А еще, вот, знаете, многие там надеются, вот, заклеют мне стекло, крутяк, да, заклею, что его менять? Как бы заклеенное стекло, трещину на нем все равно видно. Даже сейчас я покажу. Вот стеклышко у моей любимой женушки. Вот видите, оно было треснуто, его заклеили. Вот на конечке тут такая штучка. Сейчас внутри покажу. Вот, то есть трещинку эту будет видно, просто единственное, что она проклеена, и она не будет идти дальше. Ну и как бы техосмотр с такой трещинкой проходит. Вот у меня уже год где-то она заклеена, да, и держится пока. Ну и пока я всеми делами занимался, как бы тут почитал на телефоне, ответить не могу именно на этот вопрос, поэтому отвечу через видео. Сколько слоев грунта я вчера положил, был вопрос на крылья, да, во вчерашнем уроке. Я положил три слоя, как бы я ложу всегда побольше, не страшно, что его затирать дольше. На открытый металл больше надо ложить. Просто как бы это чик-чик я сделал, обрезал, поэтому кажется, что я там полтора слоя, да, положил. Это первый вопрос. И второй вопрос еще там я увидел. И чем обезжиривал крыло, да? Обезжиривал крыло вот таким антисиликоном, обезжиривателем. Растворителем я не обезжириваю, вообще не трогаю растворителем лакокрасочное покрытие. Растворителем только развожу краску и, как сказать, развожу краску и мою пистолет. Ну, печку еще разжигаю вот так вот. Ну, рад, если кому-то мое видео помогло. Подписывайтесь на канал, кто у нас первый раз. В конце каждого видео вот здесь в углу загорается желтый квадратик, перейти в папку с видеоуроками. То есть, нажав на него, вы попадете в полную папку видеоуроков, минуя другие видео. Подписывайтесь на канал, участвуйте в комментариях, задавайте свои вопросы. Я отвечу вам на вопросы. Если что, не поймете, по скайпу свяжемся. Ну и, в принципе, все на сегодня. Как всегда, всем бабла! Всем добра, ребята! Пока!